прежде чем написать миша зачем нам это это самый продаваемый пикап на сегодняшний день после уаза и это самый дешевый пикап на сегодняшний день после уаза и это в принципе единственный пикап который стоит рассмотреть покупки если вам нужен новый пикап рассматривать давай здесь трава есть ура это странная еще раз повторюсь фигня неужели он не был ни разу многие кроссоверы это его уделают кто съел моему искать покоцается что пескострую что гнить начнет как вам обстановка на биржевом рынке в россии по-моему самое время найти надежного биржевого партнера коим и является a market международный онлайн брокер с безупречной 15-летней репутации брокер находится вне юрисдикции рф и не попадает под санкции а значит вам будут доступны акции заблокированные спб биржей для начинающих и тех кто просто экономит свое время есть сервис копи трейдинг который позволяет инвестировать в стратегии опытных трейдеров но это далеко не все торгуйте свободно во маркет есть четыре типа счета в том числе криптовалюты торгуйте на сверх скоростях а маркет исполняет сделку всего за три сотые секунды торгуйте чем хотите драгоценные металлы акции и облигации индексы и товары и конечно же крипто всего более 550 активов торгуйте на выгодных условиях никаких скрытых комиссий офигенная кэшбэк программа и бонус как для новых так и для постоянных клиентов нужен надежный брокер ссылка в описании и если честно никаких особых надежд у меня на поводу этой штуки и не было да сам джак мне кажется уже по поводу него никаких надежд не питает просто ждут уже как полтора года обновленную модель т8 да и что тут рассказывать рама которую позаимствовали у хайлакса не совсем законным путем конечно же и имидж какой-то надежности и неубиваемости который конечно же есть у грузовиков джак в отличие от их же легковушек и выбор из бензина и дизеля ну и нет выбора по кпп механика шесть ступеней все вот скажи какой двигатель здесь вот так вот не слушай меня вообще никогда да вот вот сейчас включи это видео и скажи какой двигатель под капотом у этого полное ощущение что дизель это бензин бензин который дизелит на семи тысячах километров вот так это чтобы у вас был вот этот антураж всегда даже если ты берешь бензиновую машину все равно у тебя антураж дизельный джак и вот тут начинается самое интересное потому что глядя на него ты понимаешь что это старая машина и естественно ожидаешь от него худшего ну например как от задней двери а точнее от двери кунга которая просто не закрывается с правой страны вообще никак но оказывается ему есть чем вас удивить нет ни качеством салона хотя тут есть вот такая здоровенная коричневая нашлепка и даже какой-то намек на отделочные материалы тут много их посмотрите это не просто черный пластик здесь вот и типа под алюминий и вот такие вот пластики и вот такие вот нашлепки хотя остальное конечно же все дубовое это без вопросов но мне например нравится здесь и панель приборов мне нравится и как сделано мультимедиа с крутилкой крутилка вообще обожаю за громкость вот такую потому что она напоминает вак опять конечно наполнение не очень вак напоминает но тем не менее мне нравится как сделан клим да в принципе все кнопки что они на видном месте их не надо искать по салону где-то там как у многих автомобилей в том числе японских это уже хорошо посмотрите у вас есть и спи это очень важно для любой машины ранны у которой порт-тайм и именно поэтому не даже не рассматривайте простые комплектации потому что комплектации попроще и спихи нет это это надо проблема конечно же есть и они в том что эргономика страдает например нет регулировки руля по вылету только по высоте и она вот такая педали очень долго приходилось мне подстраиваться под них то есть для высокорослых прежде всего сто восемьдесят восемь рост напомню правая нога просто умирает из-за педали газа поэтому пришлось сесть ниже в пикапе хотелось бы наоборот как ковбой уже в высоту садится да еще выше быть но нет пришлось вниз назад чтобы нога не так вот постоянно затекала в этом положении это немножко странно ну и конечно же хиленькие воздуховодики нет обогрева ни лобового стекла ни руля то есть зимой будет конечно же тут холодновато хорошо обогрев сидений есть но тоже только сидушка спинка не греется не греется важно мы разговариваем о нем на ходу и я сейчас специально набираю скорость потому что это самое главное качество с этого хочется начать в этой штуке это даже не двигатель и не коробка а то что он едет прямо и не нужно подруливать то есть ваш девять ваш девять нужно подруливать а в пикапе блин джак пикапе даже несмотря на то что руль немножко вот так вибрирует и трясется на скорости 120 подруливать не нужно он едет спокойно по прямой это блин молодцы вот только за это уже хочется похвалять потом конечно же уже за коробку и за двигатель потому что коробка даст прикурить многим настолько легко переключаются передачи кулиса это просто капец уазу как до луны до этой четкости ладе даже это есть чему поучиться вместе с рено в том числе да иногда случаются проблемки с включением 3 только когда ты прям спешишь и что-то не четко делаешь в основном ты офигеваешь потому что кулиса сцепление легковые настолько просто управлять механикой и этим автомобилем здесь второй момент это то чем вы при помощи этой кулисы управляете а именно двигатель турбовый сто семь семь сил вот он точно уже даст прикурить всем подряд всем названным легко бензиновый двигатель есть и дизель он слабее он гораздо более чахлый может быть для пикапа нас вот этих средне городских скоростях полевых и нормально но на трассе естественно он будет медленнее обгоняю вот обгоняю с какой-то передачи вроде бы 6 нет 4 4 достаточно длинная непонятно потому что в принципе одинаково сначала нам чуть подождать turbo ямы есть в самом начале где-то до приходится ждать если захотите получить от него прям четкость четкой супер четкость по переключению по быстроте переключения со сцеплением не получится у вас все равно будет затык это так настроена именно поэтому в городе вам достаточно легко орудовать с этой механикой но расплачиваетесь вы конечно же динамикой и раз уж мы вам с вами говорим что он действительно быстро нужно выяснить насколько он быстро потому что китайцы как всегда еще вот здесь еще как всегда потому что машина то не новая нифига не указали технические характеристики поэтому погнали ну покажи мне всю свою мощь давайте с 3000 ой затык что-то быстро турбодвигатель быстро выкручивается ну давай давай тачка 1232 но это с небольшим затупом 1232 то есть показатели дизельных l200 вот это вот все до поэра конечно не дотягивается быстрее уаза в любом случае ладно сейчас я попробую показать вам еще лучше секунды сейчас мы посмотрим сейчас сейчас 1232 не это затыком это за тупом сейчас сейчас будут реальные секунды не попал 626 но сразу уже уже много уже много уже не выйдем уже и 1310 все понятно он не ощущается таким он ощущается быстрее стартовал но все равно за туп как ты не старайся 497 тем не менее лучшие секунды прибор не отлипай не отлипает 61 вышли из 12 сейчас не сопротивляется 510 и мы ускоряемся в 174 ну короче 11 6 11 7 можно добиться плавно резко плавно даже быстрее в общем это его секунды это его секунды открываем капотище с листочками красивый о тепло хорошо вот сразу понятно что не дизель потому что тепло и и хорошо по поводу бродов да как раз таки вот фильтр вот забор воздуха он вот здесь вот вскрыли вскрыли в скале короче в скале по правому боку так что в принципе но не метр но сантиметров 70 должен преодолевать все наоборот вот это вот немножко странно ну ладно не ничего необычного это китайский автомобиль палка успокойся и очень много уплотнителей вот раз про особенности щуп близко и он вот такой вот прям здесь удобно это хорошо но больше меня конечно удивляет это натяжитель он прям вот с такой пружиной не как обычная гидра пружина и ремни ремень генератора узенький капец просто ну и естественно приводной ремень дальше тоже почему-то не внушает доверия в остальном в принципе двигатель самое важное что хочется получить от него это надежность как и у джака имидж в целом как мы говорили да потому что у фотон саванна например как тут двигатель капризный ваговский так себе заправился чуть что сразу ошибки троит и все такое но мы тут как вы понимаете неспроста потому что пикап это еще и проходимец и он должен довести вашу и картошку и цемент и навоз до дачи которая находится конечно же на краю земли как наш а это значит что сейчас то мы все и выясним ведь клиренса здесь всего 198 миллиметров а это кроссоверный показатель многие кроссоверы это его уделают по клиренсу настало время включить весь арсенал наконец-то 4h вот так вот он мигает у нас 4вд или чё мы же сейчас поедем с горы надо понижайку врубать понижайку кнопочкой вот раз раз помигал нейтрал очки все легко не ждешь по сто лет нормально ой как медленно хорошо понижайка да тут ассистентов то у нас много то конечно и нет да например ассистент спуска это понижайка все тут еще по старинке сразу все и и спихи все отключилось все мы едем ты сам с машиной только с машиной погнали страшно да клиренс не поймешь что там у нас перевесились перевесились отпустили на первой передаче понижены едем медленно вроде бы не страшно все хорошо нигде не цепляем все нормально без торможений все аккуратненько делаем проезжаем здесь трава есть ура ничего себе и репейник величиной выше меня все нормально короче все по-прежнему хорошо у нас на даче все растет цветет и пахнет сейчас на понижены мягенько аккуратненько попробуем заскочить сюда включаем первую передачу на пониженной едем чуть больше газа но аккуратненько хочется въехать вот прям вот прям прям эссе фаут но он немножко покрутил и заехал в принципе без проблем видно что была пробуксовка высушил под собой видимо на колею и заехал без проблем это хорошо так ладно обратно в 4 аж потому что все нам по сути понижайка больше не нужна но она очень очень хорошо по передаточному отношению очень хороша потому что ну видно было что и едет медленно может держит все нормально поехали кто иван горки в принципе мне самое важное чтобы это все было адекватно и хватало тяги это могу с полной ответственностью заявить что так и есть все хорошо переезжаем к следующей горе горка батимобиля она конечно сейчас сложна потому что не совсем сухо все я должен буду заезжать подключилась понижайка сейчас кривовато стояли немножко потребовалось вперед проехать и вот поэтому с таким ударчиком но подключилась едем вот так вот чуть-чуть поддобавил еду на первой передаче вот сюда встану в общем для сложности испытания чтобы не жизнь медом не казалось все вот здесь вот прям встали но как бы ему-то вообще по барабану по моему легонечко спокойно нет мне нравится офигенно даже бензин на пониженном ряду вообще никаких проблем у тебя заездно в сложные препятствия нет по тяге с уазом я бы здесь заколебался мне пришлось держать его на оборотах пришлось бы ковыряться с этой коробка передач здесь блин все отлично прошло по моему прекрасно просто насколько все было легко это блин было самое главное и важно на этом пикапе только на охоту выезжают постоянно любой выезд это всегда на охоту как ни крути хорошо прикольно то есть радуешься тому что у тебя под педалью действительно есть тяга потому что турбо потому что момент всегда практически и с механикой это даже бодренько то есть вытягивает спокойно на передачах даже стартовать можете со второй без проблем тоже вытянет и ехать на третьей на четвертой их тут 6 что самое важное то есть экономия какая-то все-таки должна быть бак большой 76 аж литров вот даже несмотря на то что он такой старый все равно выглядит он приятно то есть они попали с дизайном тоже хорошо такой какой то согласованный опрятный молодец сразу видно да что приятный пикап потому что некоторые просто ну настолько вычурные почему-то некоторые думают что если пикап то нужно там вот вот так вот чего-нибудь сделать нет эти сделали все грамотно пусть уже устарела кажется да по и скорее всего следующий рестайлинг он будет как раз таки страшники какой-нибудь по законам вселенной как обычно это бывает но тем не менее прикольный вот этот вот знак не как у их легковушек да а вот так вот как у грузовиков действительно вам тут издалека видно все написали молодцы классный цвет который его сильно очень преображает но есть и конечно же проблемы во внешности для пикапа это что значит это какие-нибудь углы это вот вот так торчащие защиты хорошо что спереди у нас есть петли за которые его можно тащить но это же и плохо потому что сзади их нет а есть они спереди то есть если вы куда-то встряли то вас что объезжать и и вытаскивать вперед это проблема придется что-то придумывать задней частью ну ладно погнали в общем смотрим здесь есть пластик который не жалко можно притереться здесь нет пластика вот копировали они там брали эту раму хайлакс и явно смотрели на японцев но плохо что смотрели на японцев тоже сделали так же мало у каких японцев есть вот эти нашлепки они нужны блин для пикапа они для любого кроссовера и внедорожник это важны до чтобы можно было за что-нибудь вот и вот тут не боятся что покоцается что пескострую что гнить начнет пофиг пофиг поговорили про хорошие настало время по про плохое как говорится да это кое-что о том как не знаю обслуживают этот автомобиль или что но руль у меня стоит криво еще сильнее еще кривее чем на промакси 7679 километров неужели он не был ни разу на то насход развал неужели не свозить что это такое понятное дело журналистская машина для журналистов да и и возможно возможно кто-то все-таки фигачил колесом куда-нибудь в какую-нибудь яму потому что это на этой машине возможно но черт побери она же для этого по сути и создан руль вот так будет вставать все время криво я ни на одном равнике такого не было так что извините извините почините бортовой компьютер включается вот этой вот историей средний расход 13 7 не пишет ну я бы так сказал нет никаких прикрас тут нет 13 7 это дофига даже с учетом съемки что не глушу что гонял все равно 13 7 дофига если будете ездить вот так спокойненько я думаю к 11 к 11 вы его опустите потому что судя по тому насколько медленно убегают километры до пустого бака может экономить но конечно же две тонны дают о себе знать как ни крути хорошо что что шесть ступеней и они достаточно длинные вроде хочешь похвалить а все вот так вот палка двух концах начинаешь вроде бы нормально руль то всегда вроде бы нормальный пока ты не зашел в поворот кочерга тоже вроде бы нормально пока вот на разгоне третью не попал называется или в отбойник там между передачами уткнулся и есть педали тоже вроде бы нормальные легкие для городской езды но вот нога все равно помирает правая вот так вот что странно но это в принципе у китайцев такая общая проблема расстраивает бортовой компьютер хотя чё бы ему тут расстраивать его практически нет но нет он есть естественно управляется вот этими кнопками то есть ты перелистываешь его вот здесь хотя вроде бы на руле тоже много кнопок и круиз-контроль вам здесь вкорячили и даже вот нормальный мультируль скажем прямо но нет бортовой компьютер вот его вот тут вот по щелкой пожалуйста называется когда дверь открыта я ничего не могу вам показать ладно окей есть еще одна проблема правда вот тут вот мы закрыли и могли бы забыть но это китайский автомобиль достаточно много лет которому с пробегом 7692 километра самое время отхлебнуть разъемами потому что вот есть пиктограмма и просто дыра куда дели и кто съел мой юсб скажите какого блин черта вот так подвеска комфорт и вот это вот все что у вас на руле вот это вы наверное удивитесь еще больше потому что вроде бы говорит я сказал по похвалил его за то как он ведет себя на скорости естественно на мелких скоростях руль слишком тяжелый на высоких скоростях он нормальный он хороший если бы не трясся вот так но это опять же мы не знаем что то есть одна проблема это повороты повороты для любого рамника это действительно сильная проблема здесь ну как вам сказать здесь есть некоторые странности именно с рулевым управлением в общем как только у вас будет какой-то поворот полное ощущение что руль обратная связь что руль у вас здесь вообще на резинках от трусов то есть никакой обратной связи абсолютно странное непонятно откуда берущиеся усилия как будто бы китайцы вот действительно натянули резинки подумали что зачем она вообще здесь нужно вот так сделаем куда-то он проваливается в общем по усилию ненормальная с колес ничего не чувствуешь это странно это не внушает доверия явно следующий минус это конечно же парт-тайм задний привод и это значит что вы сможете включить полный привод только когда действительно дорога будет скользкая уже иначе это все скажется очень сильно на ресурсе никто не хочет убивать свои редукторы правильно правильно шумоизоляция шумки да нет нормально все пошло для пикапа по шумоизоляции все нормально никаких прекрас не будет но и так сойдет по музыке да можно тоже чуть сказать потому что она нормальная радио ловит хорошо в отличие от последних например китайцы которые у нас были новомодных кроссоверов где вот это вот тоже бы важно чтобы было например 4 pro гораздо слабее ловит радио чем в этом автомобиле но этот автомобиль сам по себе антенна я вам так скажу будь здоров гораздо больше подножка вот очень часто об этом говорим бесполезная фигня на самом деле не очень она крупная вставать на нее неудобно то есть ну я ей не пользуюсь я вот сейчас поймал себя на мысли что сюда доехал и спросил в том числе сам у себя а подножки там же нет вроде бы подножки потому что реально ни разу на нее не встал вот не пригодилась бесполезно по моему не нужно гораздо важнее что вам нужно в пикапе всегда рассматривать это удобство посадки и высадки и проем очень часто всегда практически во всех пикапов вам вот сюда ручку вот сюда ручку ну то есть чтобы у вас было за что карабкаться да он по умолчанию здоровая машина неудобно и которую нужно забираться залезать в которую также некуда положить вещи потому что в кузов жалко вещи кузов поэтому лежат они здесь но нет ни одной блин ручки не у тебя не у пассажира хотя нет вот вижу одной наградили ручкой только правого пассажира вон она на стойке там красуется больше нет ни у водителя ни у кого ну то есть тут ты типа за руль держишься видимо поэтому может быть и искривился кто-то большой хватанул разок и все переходим дальше кузов размеры в принципе размеры этого пикапа это не самые выдающиеся не самые большие вот такой середнячок больше него например вингл естественно гораздо меньше сам уаз ну именно по кузову потому что вы же пикап берете для чего-то не просто так чтобы у него там был какой-то придаток но грузовая платформа здесь тоже средненькая то есть ради нее возможно из пикапов когда вы будете выбирать вряд ли вы его возьмете хотел сначала было говорить что нормально прилепили саму вот эту до закрывашку сам кунг но блин что-то пошло не так вот два крепления одно из которых уже почему-то не работает ну и сама она как видите на одной строчке тут выглядит так себе если честно ладно главное работает вот эта дверь здесь никакой не пластиковый короб здесь покрытие и эхо заодно в принципе сифонить как например у l200 мы видели да эту крышку здесь тоже ничего не должно потому что сделали нормально так просто сюда вода чувствуется не пролетает поэтому вот даже были дожди вчера позавчера здесь у нас все сухо другой вопрос это конечно же бампер бампер очень часто на пикапах сделан из говна и палок а именно может быть даже из пластиковых стаканчиков из-под йогурта как например и судзу димакс здесь вроде бы он пожестче поэтому на него в теории можно встать да но никакого и фаркопа опять же не тех же самых петель нет и это странно это на самом деле странно наши комплектации есть камера естественно благодаря супер дисплею она не очень качественная но хорошо что она есть пикапе тоже важная особенность особенно учитывая что вот это ваш обзор назад это ваше стекло это еще одно ваше стекло и в принципе вот особенность наверное которая за рулем очень часто тебя бесит это то что вот действительно у вас здесь просто металлическая до часть заглушка грубо говоря ты смотришь назад вроде бы есть это стекло в зеркало заднего вида и постоянно у тебя тебе кажется что кто-то где-то там едет потому что любые встречные машины вот это изогнутая история очень туда попадает свет фар и отражение попадают тебе в зеркало это странная еще раз повторюсь фигня но постоянно кажется что сзади кто-то едет отвлекаешься смотришь проверяешь сто раз так делал камера нужно ладно переходим к подлокотнику он тут есть это его главная сильная сторона он тут болтается это странно опять же смотришь на подлокотник на прострочку сидений которые простые конечно же по форме очень простые но вроде бы с механическими регулировками достаточных диапазонов по самим сиденьям есть но замечаешь эту самую прострочку и думаешь чё вообще происходило у них как они от всех от разных машин что ли собрали в одну в этот пикап потому что здесь про строчка белая ну понятно что должна была быть контрастная поэтому они же не могли красную на коричневую делать это было выглядело быть совсем убого но в руле тоже тогда сделать какую-нибудь прострочку в поддержку либо этой либо этой раз уж у вас тут супер спорт мы выяснили когда на разгоне руль достаточно странный обычно если уж его перетягивают искусственной кожи или настоящей кожи здесь не очень понятно здесь кожа местами какая-то очень мягкая вот особенно там где ее стягивали нитями как будто кожа из машонки слона дальше нужно обязательно посмотреть на задние места на что пикап с местами действительно напряг проблема и очень часто как раз таки там сложно ехать долго перевозить надо кого-то все-таки на дачу там-то у вас навоз а здесь все-таки люди поэтому давайте посмотрим по высоте есть одно направление где все хорошо на самом деле что-то они здесь просчитались о чем речь величина заднего дивана она будь здоров но место для ног совсем не осталось ну и в принципе для чего-либо здесь вот смотрите как будто бы должна была быть розетка ну или оставили место вам доработать напильником как говорится подогрева естественно нет сзади регулировок сидения тоже никаких нет вот как сел так и сидишь здесь конечно печаль печаль вселенская есть кармашки и вот сюда все на этом все ну и разъемчик точно так же обогрева этого стекла очень важная вещь как вы понимаете когда у вас нет крышки кунга на кузов потому что выглядит он кстати также стрёмно как на тойоте вы выпадаю отсюда ну ладно хоть проем большой нормальный ну ладно итак итоги по всей машине они конечно же немножко странные вроде бы есть хорошее качество за которые его можно полюбить но однако если все-таки взвешивать его цену сегодня ты понимаешь что это цена трех-четырех максимум пятилетнего хай люкса l200 амарокко и даже с пробегами еще до 100 тысяч километров и что же вас заставит купить именно его с другой стороны он действительно понравился мне больше и я в нем чувствовал себя лучше на дороге вне дорог в том числе чем фатон саванна а это значит что в нашем рейтинге китайцев он перемещается на его же место сразу же за пока еще джаковским лифтбэком джесси ну и на этом все всем спасибо огромное за внимание не болейте берегите себя и до новых встреч пока а